Окей, всем привет, это я, Тайфун Брукен, и моя новая рубрика интервью, и сегодня у нас на связи Алекс Сани из Кишинева, Молдова. Да, всем привет, меня зовут Алекс Сани, peace. Окей, хорошо, Алекс, в двух словах, пожалуйста, расскажи о себе, кто ты, что ты, сколько ты занимаешься, чем ты занимаешься, какие твои интересы в хип-хопе и так далее. Ну, в данный момент, как бы, я активный танцор, то есть стараюсь участвовать во всех мероприятиях, баттлах, очень активно поддерживаю культуру в Молдове, ну, в основном в Кишиневе все организовывается. Также стараюсь по возможности выезжать на Украину, то есть соревноваться и с другими танцорами, соответствовать уровню, то есть... Окей, я понял, хорошо, расскажи, пожалуйста, вот команда Reinforce Crew, это вот твоя команда, расскажи о ней, что, когда, какие идеи, кто в нее входит и так далее. Команда Reinforce Crew это новая команда, основанная в 2012 году, в нее изначально входят 4 танцора, я, Алекс Сани, Джаз, Эндрю и Чеки. Как бы это базовая команда изначальная, но со временем, то есть команда будет расти, это, скажем, основная наша семья. Расскажите вообще, с какой целью вы объединились, как это произошло? У нас объединили общие цели, то есть мы хотим поднять хип-хоп в стране немножко на более высокий уровень, то есть ориентируемся и на Украину, и на другие страны, то есть стараемся принести все хорошее, что мы берем с мастер-классов отовсюду и дать это нашим танцорам. Окей, очень круто. Хорошо, расскажи, пожалуйста, что именно вы делаете для этого? Ну, в данный момент студия только развивается, то есть мы стараемся набрать людей, основываясь на какое-то новое качество преподавания. То есть это не какие-то рутины, стараемся преподать базу, основы музыкальности, создать новую группу танцоров, которые будут рвать на баттлах и покажут совсем другой уровень. Я понял, я понял. Скажи, пожалуйста, а вот из чего вы основываетесь? Вот из какого предыдущего опыта? Я понимаю, что вы сейчас развиваетесь и так далее, берете классы у грамотных преподавателей. Скажи, пожалуйста, вот раньше, чем вы занимались, сколько вы в танцах, у кого какой танцевальный или музыкальный может быть опыт? Как бы мой опыт именно в хип-хоп танце, это более трех лет. Начинал я с менее известного клуба «Мираж». Ну, это был такой старт небольшой, после чего перешел в танцевальный коллектив «Сисамбро». Очень тоже развивающийся коллектив. Там у меня появилась возможность выезжать на все мастер-классы, то есть почти на все украинские, где в принципе я попал в нужное время, я считаю. Это были мастер-классы и Линка, и Будды, то есть и Мяку, то есть определенных людей, которые, скажем, поставили какой-то основы наших знаний. Окей, это очень круто на самом деле. Скажи, пожалуйста, какие вы стили кроме хип-хопа продвигаете? Вот ваша команда, школа? Ну, наша команда, можно сказать, одна из немногих, которая развивает стиль хаос. В этом стиле мы лидеры, но как бы из моего опыта стиль чуть-чуть сложнее, чем хип-хоп. Чем он сложнее? Это очень интересная тема. Более высокая скорость, и это немножко сложно для начинающего, скажем, танцора. Нужно иметь уже какой-то опыт, чтобы можно было этот стиль в себя адаптировать. То есть хип-хоп и хаос – это вот два стиля, которые вы развиваете? Да. Ну, мы стараемся это делать, то есть развивать параллельно, то есть создаем определенные танцевальные программы обучающие, которые более простенькие, но чтобы как бы развились базовые какие-то навыки, как кач, допустим, или определенные шаги, прыжки, которые в будущем помогут, то есть очень быстро выучить стиль и легко. А это очень интересно. Расскажи, пожалуйста, по поводу какой-нибудь одной из таких программ. В двух словах, в чем ее суть и чем она такая вот крутая. Я так понял, что это ваша личная разработка, правильно? Да, да, это личная разработка. Ну, вот одна из моих довольно удачных, я считаю, программ. Мы разработали для детишек с первого по четвертый класс. Это двухстильная программа, то есть мы преподаем вдвоем с моим партнером, то есть и хип-хоп, и хаос. Параллельно даем самые базовые основы, несколько движений на каждой тренировке. И в конце небольшие вариации, чтобы это все как бы, чтобы танцор привыкал, ну, не только к движению, но плюс и, да, чтобы развивать память именно в плане движений. Плюс стараемся развить и круги, то есть чтобы это все превратилось в будущем в хороший фристайл. Хорошо. Что в хип-хопе происходит в Кишиневе и вообще в Молдове? Ну, на самом деле, как бы культура развивается, но развивают ее только танцоры, которые выезжают куда-то, то есть я считаю, культура, ну, не может, да, если нет никаких движений, ничего нового в ней, она не будет развиваться. И сейчас есть, скажем, большая часть танцоров, которые не развивают, то есть у которых уровень уже несколько лет и стиль тот же самый. И есть и пару клубов, которые, то есть виден постоянный прогресс, то есть это видно и на баттлах, и на соревнованиях. Хорошо. А по поводу мероприятий, что у вас вот как бы в стране, в городе проходит, какие мероприятия у вас проходят? Ну, выезжать надо, я согласен с тобой, а вот что внутри, что-то что-то делает, что-то что-то организовывает? Да, есть, в последнее время баттлы стали организовываться чаще, то есть я считаю, это большой плюс как бы. Но, опять же, то есть многие танцоры не выходят на эти баттлы, потому что есть десятка танцоров, которые в топе, да, и когда начинающий танцор, да, выходит, он уже, то есть, проигрыш, да. Будет трудно вот начинающим танцорам влиться именно движение баттлов. Может быть, достаточно разделить по категориям, там, начинающие или там опытные танцоры? Ну, начинающих разделений не было, пока что есть только кидс. Да, детки, ну, может быть, вполне возможно, в ближайшее время как раз это и произойдет, то есть. А вот, допустим, по поводу баттлов я хотел с тобой поговорить. Твое мнение, вот баттлы, конкурсы, это вот есть единственное вообще, как можно развивать культуру, или, может быть, есть еще какие-то альтернативные варианты, например, вечеринки, да, там, пати или там еще чего-то такое, классы? Да, конечно же, это не единственный метод. Вечеринки пока еще это в плане разработки. Пока, пока что еще даже нет хорошего баттла. Понятно. Все пришли и все были бы довольны судействами, организацией, многими вещами, призами определенными. На самом деле мы сейчас очень многое с тобой делаем для того, чтобы развивать хип-хоп и в целом, и у нас в стране, и у вас в стране, и в вашем городе, потому что вот мы об этом говорим. Те люди, которые это все послушают, их, как бы, судя по посещениям, достаточно немало, и многие люди пишут, и, то есть, будет результат, будут какие-то сдвиги, и, возможно, появятся какие-то новые идеи. Я, например, вот совсем недавно был в Кишиневе и смотрел, что очень много увлекаются, скажем так, уделяют внимание соревнованиям люди. Вот, это, конечно, не есть плохо. То есть, на самом деле, очень многие могут говорить, что соревнования это плохо, номерки там и все остальное. Но на деле, на деле, это, как бы, плацдарм такой для набора новых людей, да, то есть, многие люди приходят в хип-хоп из соревнований. Вот ты лично имел опыт соревнований перед тем, как прийти в хип-хоп? Ну, да, конечно же. Первый опыт, наверное, большинства танцоров это какие-то соревнования. То есть, в принципе, нельзя говорить, что соревнования это плохо. А соревнования это, вот, как бы, такой вот фундамент для того, чтобы люди пришли, посмотрели и со временем как-то захотели чего-то большего, да, и попали в хип-хоп. Может быть, именно там нужно набирать людей? Вы не пробовали раздавать визитки возле соревнований? В основном на соревнованиях уже, то есть, приходят люди, которые состоят в определенных коллективах. Ну, скажем, они не информированы, как бы, не могут разделить, допустим, какой качественный клуб от некачественного, да. То есть, они занимаются, они в своем тренере видят, да, определенный... Образец. Смер, да, образец для подражания. И, как бы, они даже, я знаю, наверное, есть ситуации, когда даже сами тренера, то есть, они могут как-то влиять на танцоров. Ну, говорит, что вот, там, тот клуб, там, не очень такой, все не то, там, танцуют. Вот, нам нужно, там, так это все развивать, как бы, и никак по-другому. Ну, да, и совсем, наверное, редко этот тренер может сказать, вот, тут у нас в городе есть крутой клуб. Кроме как свой. В общем, этот тренер даже, даже, скажем, даже не хочет записаться на какой-то батл, потому что знает, что там никаких шансов у него нет. И, то есть, ученики не могут, да, определить какой-то уровень тренера, если он, ну, никуда не выходит, не показывает никаких результатов. Я понял. Хорошо. В окончании, как бы, нашего интервью, хотелось бы, может быть, ты посоветуешь танцорам, тренерам, руководителям своего города, и не только, что вообще делать для развития, твое видение, твои советы, как вообще это все дело двигать? Ну, я бы, скажем, обратил самое большое внимание из моих последних работ, которые я делал, это качество преподавания. Мне кажется, что в ближайшем будущем, то есть, начнут именно расти качественные клубы, где танцоры будут приходить и не захотят уже искать другой клуб, куда им переходить, чтобы развиваться дальше. Я считаю, что именно такие клубы будут расти и, то есть, закрывать, да, маленькие клубы, будут душить, то есть, ту часть культуры, которой, да, они, то есть, не серьезно относятся, скажем, к своей работе, да, и... Ну, что ж, мы, наверное, будем заканчивать наше короткое интервью. Да, ну, как бы, хотел бы сказать тоже большое спасибо, как бы, хип-хоп и лайф-организейшнг. Очень хорошие цели стоят перед собой, да, то есть, нужно давать определенную информацию, и так как тренерам, так и танцорам, все в ней нуждаются, все хотят разобраться во всем. Мало кого это получается сделать самим, да, то есть, нужно общаться, нужно помогать друг другу, и вот тогда, я думаю, скорость развития будет намного больше. Окей. Ну что ж, мы будем заканчивать. Это был я, Тайфун Бруклин, и мой сегодняшний гость Алекс Саней Кишинев, Rainforce Crew. Всем спасибо, всем респект. Субтитры сделал DimaTorzok